В Махачкале 9.45 в студии Светлана Саидгусейнова. Редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. Заместитель председателя Следственного комитета России Борис Корнаухов представил главе Дагестана Рамазану Абдулатипову вновь назначенного руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану Сергея Дубровина. Со своей стороны Дубровин заверил, что коллектив Следственного управления продолжит практику совместной продуктивной работы с органами власти и силовыми структурами на благо Дагестана и всей России. Исполнение республиканского бюджета за 2016 год обсудят сегодня в Махачкале. Под руководством вице-премьера, министра экономики и территориального развития республики Раюдина Юсуфова прошло совещание, посвященное вопросам взаимодействия органов власти республики и акционерного общества Сбербанк России в регионе. Дорожники Дагестана предпринимают новые меры для повышения безопасности на дорогах республики. Скоро дорожные знаки будут обозначены не только на стойках у обочины дороги, но и нанесены на сам асфальт. Дагестанцы смогут принять участие во Всероссийском телемосте, который пройдет сегодня в Международный день детского телефона доверия. Данная акция, проводимая в поддержку детского телефона доверия 8 800 24 0 122, объединит всю страну. В течение нескольких часов из студии будет вестись онлайн-трансляция в интернете. Теперь такси в Махачкале можно заказывать через мобильное приложение от Яндекса, а за приближением автомобиля наблюдать прямо на экране. Оплачивается поездка наличными или банковской картой в самом приложении. При этом стоимость поездки известна заранее. 19 мая заместитель руководителя Рособорнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии ответит на вопросы об организации ЕГЭ и ГИА-9 в этом году. Помимо Музаева, о предстоящих экзаменах выпускникам, родителям и педагогам расскажут и другие специалисты ведомства. Новости культуры Сегодня в Кумыкском театре пройдет концерт хора и солистов театра оперы и балета по произведениям народного артиста СССР Мурада Кожлаева. Сегодня вечером в рамках проекта «Встреча в театре поэзии» состоится с участием заслуженного работника культуры Дагестана, директора Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатовой. Вести спорт Альпинист Рашид Гаджиесулов стал первым дагестанцем, покорившим Эверест. Ему удалось зайти на высочайшую вершину мира. Отметим, что Гаджиесулов родом из села Хучада Шамильского района. Погода В Махачкале небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, температура 19-21 тепла, вода в море 16 градусов.